В погонах со школьной скамьи. Для кадетов Иваново-Вознесенского кадетского корпуса сегодня особенный день. К ним познакомиться и поздравить с наступающим Днем Защитника Отечества приехал глава региона Станислав Воскресенский. Визит начался с экскурсии по учебному заведению. Выпускной кет нашего кадетского корпуса. Те, кто готов, чтобы вести зубы. Здесь ребята тренируют навыки разборки и сборки автомата. То, как ловко кадеты управляются с оружием, не оставляет никаких сомнений в том, что в будущем нашу страну будет кому защитить. Владение оружием – это лишь малая часть умений кадетов. В учебном заведении воспитывают не простых вояка, а истинных офицеров, эрудированных и всесторонне развитых. Потому, помимо обычной школьной программы, здесь преподают историю кадетских корпусов, основы православной культуры и даже танцы. Офицер – это не так серая личность, которая только знает, как маршировать. Но они должны быть и умелыми танцорами, они могут петь, сочинять стихи. То есть это люди еще и творческие. Для того, чтобы развивать творческие личности, наши дети выпускают боевые листки и довольно-таки успешно выступают на различных конкурсах – танцевальных, певческих. Особенность учебного заведения в том, что большинство его преподавателей – мужчины. Военные с солидным опытом за плечами. Для ребят они – лучший пример для подражания. Учат не только азам военного ремесла, но и главному – ответственности. Ведь быть кадетом значит больше, чем просто носить мундир. Соблюдать честь, быть даже без формы, культурным, вежливым. Соблюдать в особенности кодекс чести российского кадета и его обязанности. Есть в кадетском корпусе и свои традиции. Например, в преддверии Дня защитника Отечества для воспитанников, проявивших себя с лучшей стороны, организуют своеобразное посвящение. Произнеся клятву, ученик становится кадетом. А это для каждого из ребят огромный шаг на пути к мечте – службе Родине. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.